Хе-хей! Всем привет, чуваки! С вами снова Bambi. В этот раз мы в DCS Wall 2.5. И это у нас первый взгляд на платную карту Персидского залива в этом авиасимуляторе. На северной части данной карты находится территория Ирана. А на южной части данной карты находится территория Объединенных Арабских Эмиратов и территория Амана. Ну а морская часть данной карты представлена Персидским заливом, Аманским заливом, ну и Армузским проливом. То есть на данной карте есть где полетать и на палубной авиации, и на сухопутной авиации, что собственно говоря данную карту делает довольно-таки интересной. Рельеф суши представлен по сути дела пустыней, но при этом на данной карте довольно-таки много различных городов, как больших, так и маленьких. Поэтому будет очень интересно над ними полетать, думаю. Также вы можете заметить, что на этой карте довольно-таки много различных аэродромов, которые расположены как на территории суши, так и на территории небольших островов. Вот, к примеру, мы видим у нас небольшой остров, который в ширину чуть больше километра, но при этом взлетно-посадочная полоса на нем имеется, причем даже оборудованная маяком Tekken. Думаю, с такого вот какого-то небольшого острова будет довольно-таки интересно взлететь. Ну, собственно говоря, давайте как раз-таки попробуем произвести взлет и полетать немного над этой картой. Так, ну давайте теперь сейчас на Харьере произведу взлет с одного из островных аэродромов. Полетаю немного над Дубаем, посмотрим, как этот город выглядит в DCS Wall 2.5. Полетаю немного над пустыней, ну, хотя я уверен, что пустыня выглядит как пустыня, как еще она может выглядеть. Отработаю по целям, быстренько, ну, а потом посадку на авианосец совершу. Ну, а почему я решил именно на Харьере взлетать с этого островного аэродрома? Ну, вы просто посмотрите на длину этой полосы на других самолетах, если честно. Я не уверен, что у меня вообще получится взлет произвести. Ну, а в Харьере я уверен в том, что он может из очень коротких полос взлетать. Просто использую сопла в положении 50 градусов, взлечу. Ну, и давайте приступим. Сейчас только подготовлюсь. Отлично, подготовился. Ну, и давайте взлетать. Есть отрыв. Вот он, Харьер. Даже с таких вот коротких полос может взлетать. Круто. Давайте понемногу разворачиваем соплы. Вот так вот этот остров выглядит. Довольно-таки прикольно. Сейчас смотрю. Строение есть. Низу. Деревья, пальмы. Имеется так, что и растительность. О, в море корабли плавают. Так что море не совсем уж и пустынное. Есть в нем и движение в виде таких вот кораблей. Давайте тумблер воды выключу. Закрылки в положении авто. Режим NAV. И можно, в принципе, уже лететь. В сторону Дубая. Понемногу. Тут мне еще 50 миль. Ну, я, в принципе, взял подвесные топливные баки. Так что топлива у меня должно хватить, я думаю. Ну, кстати, смотрите. 30 миль до Дубая. И мы уже можем наблюдать знаменитые небоскребы этого города. Вон, то самое высокое здание в Дубае. Я как понимаю, это как раз-таки и есть. Бурдж-Халифа. Ну, то самое высокое строение. Вон оно даже с такого удаления заметно. Слева вы, кстати, можете наблюдать. Один из известных искусственных островов. Которые выглядят в форме пальмы. И, конечно, с высоты полета данный остров смотрится просто замечательно. И прям очень необычно, что уж говорить. Да и вообще, Дубай, это город очень красивый. Такой прям нравится мне над ним летать. Ну, единственное, поскольку очень много объектов сейчас рядом со мной, чувствуется сразу просадки FPS. Все-таки тут, пожалуй, стоит иметь видеокарту GTX 1070. Как мне кажется, чтобы комфортно летать над такими вот крупными городами в DCS Wall 2.5. Ну, просто посмотрите, сколько тут домов. Просто великое множество домов. Ну, ничего удивительного, что моему компьютеру довольно-таки тяжеловато тут приходится. И просадки FPS довольно-таки ощутимые. Особенно вот я, когда я к земле снизился. Давайте на малой высоте полетаем. Вон, кстати, можете наблюдать Бурдж-Халифа. Ну, и также прочие небоскребы, которые тоже прям очень круто выглядят. Давайте рядом даже пролетим сейчас. Пролетел между двумя небоскребами в притирку. Ну, я, в принципе, знал, что Харьер туда поместится, так что... Блин, какой красивый город. Так с высоты на него, когда смотришь, прям... Вообще красота. Ничего удивительного, что этот город так привлекателен для туристов. Вон, еще группа островов. Конечно, этот остров в форме пальмы просто выглядит шикарно, что уж говорить. Ну, ладно. Давайте посмотрим еще. Другие места, думаю. Слева от нас, кстати, сейчас находится аэропорт Дубая, как я понимаю. Аэропорт прям очень большой. Вы только посмотрите на длину взлетно-посадочных полос. Они просто огромные. Самолеты внизу. Очень красивый город. Можно просто летать над ним. И, знаете, любоваться видами с большой высоты. Ну, теперь давайте все-таки полетаем над пустыней. Ну, хотя пустыня, а на пустыне и есть, в принципе. В этом плане, ну, если не летать над городами, то карта Персидского залива напоминает карту Невады, которая тоже по большей части из одной пустыни и состоит. Но при этом карта Персидского залива имеет... Собственно говоря, Персидский залив, на котором будет где развернуться и палубной авиации. Это прям очень хорошо, как по мне. Ну, давайте уже на полигоне сейчас отработаем быстренько еще. И обратно полетим. У нас скопление целей. По ним, собственно говоря, я буду работать. Этот ПТР выглядит, скажем так, подходящей целью. Кстати, заметьте, как я отлетел от Дубая. Сразу FPS лучше стал. Ну, в общем-то, ничего удивительного, с учетом того, что в Дубае очень много объектов, которые, собственно говоря, создают нагрузку. А в пустыне-то что? Собственно, одна пустыня вокруг. Ну, хотя, в принципе, небольшие города, как вы можете заметить, есть то тут, то там. Куда ни посмотришь, везде какие-то поселения. Так что совсем уж пустынной данная карта не является на самом-то деле. Сейчас по ПТРу отработаю. Думаю, с большой дистанцией буду работать, поскольку ПТР может еще и отстреливаться. Тра-та-та. Ну да, в опенбете же поменяли звук стрельбы у пушки Харьера. Теперь он место пр-тра-та-та делает. Довольно-таки забавно звучит, на самом деле. Икс. Заходим. Тра-та-та. Тра-та-та. Отлично. Звук такой, конечно. У пушки мне однозначно нравится. Ну, давайте, нарами я еще постреляю сейчас по грузовичкам. Зря, что ли, я эти нары вез с собой. Фирверки. Последний грузовичок сейчас пушки доберу. И на возврат. Хе-хе. Хе-хе. Сходу не целист ра-та-та с пушки. Отлично. Можно идти на возврат. Че у меня там по топливу-то? Все. Пусто топливные баки подвесные. Понятно. Так. За борт. Хе-хе. Подвесные топливные баки. А сколько? Какой мне смысл их таскать с собой? Да и... Пустые блоки нарами тоже сброшу. Поскольку лишняя масса мне ни к чему на посадке на самом-то деле. Блокинар тоже за борт. Так что у меня сейчас только пушечный контейнер. Ну и пара АМ-9 есть. Ну, они не так уж и много массы создают на самом деле. Так что, пусть висят. Их я не буду сбрасывать, думаю. Мы снова можем, кстати, Дубаем полюбоваться. И тем, насколько хорошо этот город прям проработан в DCS Wall 2.5. Посмотрите, сколько тут домов прям. Шикарно-шикарно выглядит. Чего уж говорить. Такс. Понемногу уже начинаю выстраивать заход на Тараву. Кстати, можете заметить все эти корабли. В море прикольно так выглядят. То есть то, что какое-то движение в море есть. Это все-таки хорошо. Что уж говорить. В общем, если подводить итог по карте Персидского залива. То эта карта мне очень даже понравилась. Есть где полетать. Есть на что посмотреть. Ну, а в плане оптимизации, если не летать над крупными городами, то, скажем так, все более-менее нормально. Но когда, конечно, я летаю над крупными городами, производительность моего компьютера меня не очень радует. Ну, да ладно, что с этим поделать. Я, в общем-то, свою позицию касательно оптимизации в DCS World уже высказывал. Причем не один раз. И не вижу смысла в очередной раз повторяться. Но в любом случае, я рад, что в DCS появилась новая и довольно-таки интересная карта. Что не может меня не радовать. Ну, а теперь жду, когда для этой карты появятся какие-то интересные миссии и кампании. Ну, и да, в любом случае, на этом у нас на сегодня все. Надеюсь, это видео было кому-то интересно. И всем спасибо. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok